Протеерей Владимир Хулап Проректор по учебной работе Санкт-Петербургской Духовной Академии Окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию, кандидат в богословие и теологический факультет Университета Регенсбурга, Германия, доктор теологии Область научных интересов, сравнительное богословие, литургика Почему Русская Православная Церковь все еще пользуется юлианским календарем? Этот вопрос мы слышим в российских СМИ накануне каждого Нового года, когда журналисты по традиции говорят о католическом Рождестве 25 декабря и православном 7 января. Несколько лет назад одна русская женщина, живущая в Германии, сказала мне «Календарь – это не просто вопрос осознания себя православной. Как мне объяснить моему сыну, да и другим православным детям в его классе, почему, например, греки, болгары, румыны тоже празднуют Рождество 25 декабря, а нам нужно ждать еще две недели?» Неужели Русская Церковь правда настолько ретроградна, что вопрос о календаре до сих пор не поднимался? В своем докладе я хотел бы предложить краткий исторический очерк проблемы и показать наиболее важные аспекты нынешнего положения дел. Мой взгляд на них, так как я не являюсь официальным представителем Русской Православной Церкви. У дискуссий по поводу календарной реформы в России длинная и сложная история. Особенно начиная с 30-х годов XIX века, когда Российская Императорская Академия Наук впервые внесла предложение ввести в Россию григорианский календарь. Но эта мысль была отвергнута императором Николаем I. Вопрос снова встал накануне XX века, когда при Российском астрономическом обществе была создана особая комиссия по календарной реформе в 1899 году. Причиной послужил разрыв между юлианским и григорианским календарем, увеличившийся в 1900 году с 12 до 13 дней. Календарная проблема для Русской Православной Церкви чрезвычайно обострилась 24 января 1918 года, когда Совет Народных Комиссаров распорядился ввести в Россию в том же году григорианский календарь. Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 годов таким образом был вынужден включить вопрос о возможной календарной реформе в свою программу. После внимательного изучения аргументов «за» и «против» был составлен проект Соборного Деяния. Эти аргументы хорошо известны, и я не буду рассматривать их в своем докладе. Необходимо отметить, что одним из главных аргументов против нового стиля во Всеправославном Единстве был следующий, цитата. «Было бы, конечно, весьма утешительно, если бы у христиан разных исповеданий было хотя бы единение в днях празднования, но все православные церкви ведут свой церковный круг по старому стилю. Поэтому введение нового стиля в Русской Церкви было бы в некотором отношении разрывом ее с другими православными церквами». «Вопрос о перемене стиля должен стать предметом обсуждения и быть решенным всеми православными церквами совместно». Конец цитаты. Была сформирована особая комиссия для изучения этого вопроса. Патриарх Московский Тихон в своем письме патриарху к константинопольскому Герману в 1919 году просил его помочь со сбором официальных мнений всей православной церкви по этому вопросу. Патриарх Тихон не получил ответа на письмо, возможно, по причине сложности с путями сообщения в то бурное время, и поэтому не предпринимал дальнейших шагов по продвижению календарной реформы. Но вскоре возник ряд других внутренних проблем. В июне 1923 года собрание раскольнического движения обновленчества и группы «Живая церковь» ввело в использование новый стиль. Патриарх Тихон также распорядился о принятии нового стиля 1 октября 1923 года. Скорее всего, патриарх ввел новый календарь под давлением властей, что следует из его письма вовсе российский центральный исполнительный комитет от 1924 года. Но попытка движения обновленчества осуществить календарную реформу также не была принята их прихожанами, и церкви пустовали в григорианские даты церковных праздников. Московское совещание 1948 года лишь подтвердило статус «кво» хода календарной реформы в некоторых православных церквях, потребовав а. Обязательного празднования Пасхи по юлианскому календарю и Александрийским пасхальным таблицам, единство в дне празднования главного христианского праздника, б. Возможности для всех автокефальных церквей использовать собственный календарь, существование законного разнообразия, в. Священнослужители и миряне должны следовать календарю по местной церкви, которой они принадлежат, проявлять уважение к местной традиции. Участие Русской Православной Церкви в подготовке к Всеправославному Собору привело не только к ряду важных публикаций по календарной проблеме, но и к решению Священного Синода от 1967 года, которое разрешало некоторым европейским приходам праздновать переходящие праздники и праздники Пасхального Круга по новому стилю. Но в то же время Русская Православная Церковь постоянно подчеркивала, что новый юлианский календарь не должен быть обязателен для православных церквей. В самой России вопрос календарной реформы не имел особого значения, поэтому все экуменические призывы к календарному единству, например, на встрече Всемирного Совета Церквей в Алеппо в 1997 году также не имели практических последствий и даже прошли незамеченными. Когда Русская Православная Церковь получила свободу в 1990 году, календарный вопрос встал вновь. Но к этому моменту в фундаменталистских наофитских кругах уже существовало сильное сопротивление любому обсуждению календарной реформы. Итак, из этих исторических примеров становится видно, что российские церковные власти всегда подходили к календарному вопросу с большой осторожностью. Это, возможно, поможет нам лучше понять основные пастерские стороны этой проблемы в современной России. Первый аспект — это опасность раскола. Инициатива изменить календарь пришла не изнутри Русской Православной Церкви, напротив, она зародилась извне. И позиция церкви была изначально не активной, а реагирующей на изменяющиеся обстоятельства. Календарная реформа, осуществленная Патриархом Тихоном, не принесла устойчивых результатов и больше не было попыток провести ее на высоком административном уровне. Очевидно, что одним из основных страхов, связанных с ней, был и остается страх возможного раскола. У Русской Церкви уже был печальный и горький опыт с литургической реформой XVII века, которая привела к старообрядческому расколу, который до сих пор неуврачован. Происходившие тогда быстрые и плохо подготовленные изменения ясно показали, что не только миряне, но и значительная часть священства, назвавшиеся староверами, не различали важнейших вещей догматику, сущность православной веры и ее проявление в обряде. К сожалению, современная ситуация в России немногим лучше. Календарная реформа, если она будет плохо подготовлена, приведет к расколу в Церкви. В данном случае мы имеем дело с амбивалентным единством, что приводит к очень сложной дилемме. Наиболее желательно было бы всеправославное и общехристианское единство в праздновании важнейших литургических празднеств. Но конкретное единство по местной Церкви подвергается опасности в случае реформы. Попытка ряда других православных церквей изменить календарь привела к расколу старостильников, и, по всей видимости, именно это не дает священноначалью предпринимать быстрые шаги. Очевидно, решение относительно общего православного календаря должно быть всеправославным и соборным. Но есть ли у нас действительно работающие механизмы осуществления подобных решений на уровне поместных церквей, которые обеспечили бы их принятие всеми верующими? Если реформа не назрела, ее плоды могут оказаться очень горькими. Второй аспект пространства диалога. Григорианские и обновленные юлианские календари часто воспринимались как попытки вестернизировать русскую православную церковь, внедрить в нее чуждые ей элементы. Введение нового стиля в 1923 году произошло в один из самых сложных периодов российской церковной истории под давлением атеистического государства и во время борьбы с движением «Живая церковь». Все это долгое время придавало определенно отрицательной коннотации самой мысли о календарной реформе. В советский период негосударственный юлианский календарь был для многих верующих в некоторой степени важным элементом их самосознания, чем-то вроде молчаливого противопоставления себя режиму. Многие неофиты, пришедшие в церковь в 90-х годах, воспринимают современную литургическую традицию русской церкви и юлианский календарь как ее часть как истинную православную традицию. Им кажется, что их мир находится под угрозой враждебных сил. Поэтому календарная проблема должна быть включена в более широкий контекст возможности литургической реформы вообще и ее практических форм. К сожалению, в России сейчас отсутствует настоящая культура диалога по этой важной теме. Небольшие, но активные и зачастую анонимные группы, существующие в киберпространстве, с легкостью вешают ярлыки обновленцев, экуминистов и филокатоликов на тех епископов, священников и богословов, которые просто пытаются начать говорить об этих вопросах. Следующий аспект — образование. Очевидно, что широким массам верующих недостаточно понятны размышления богословов о календарной проблеме в жизни Церкви. Есть глубокие исследования на эту тему, но они интересны только узкому кругу специалистов. У остальных верующих гораздо большей популярностью пользуются брошюры и веб-сайты, которые зачастую дают заведомо ложную информацию и расхожие мифы о календарных проблемах. Ситуация осложняется тем, что в 90-х годах XX века в России сотни священников без какого-либо богословского образования были посвящены в САН. Они и их приходы — основные потребители подобных информационных продуктов и часто распространяют их и формируют общественное мнение. Одна из основных пастырских проблем календарной реформы состоит в самих священниках. Еще один аспект — это проблема 2100. Русской Православной Церкви придется столкнуться с практическими последствиями текущей ситуации в 2100 году. Этот год будет високосным по юлианскому и обычным по григорианскому календарю. Разница между ними достигнет 14 дней, и все праздники сдвинутся на один день. Тогда григорианская дата Рождества будет 8 января. Но до этого вырастет 3-4 поколения российских верующих, которых родители и приходские священники будут искренне учить, что православное Рождество на день раньше. Священноначалью непросто будет тогда объяснить, что если сохранять верность юлианскому календарю, то такой сдвиг неизбежен. Между двумя традициями возникнет конфликт, и трудно оценить возможное влияние этого столкновения. К счастью, подобный сдвиг не произошел в 2000 году. Поэтому календарный вопрос в сегодняшней России является частью более широкого круга нерешенных проблем, и успешное решение лишних части вряд ли возможно. Худший из возможных сценариев решения этой проблемы – это быстрая и неподготовленная авторитарная реформа в стиле 17 века, которая вызовет еще больше проблем, чем есть сейчас. Из истории Церкви мы знаем, что долгое время было множество методов вычисления Пасхи, что не мешало церковному единству. Прекрасным примером может служить совместная Евхаристия епископов Поликарпа Смирнского и Аникиты Римского, которые во II веке, празднуя Пасху в разные дни, тем не менее чувствовали, что их соединяет воскресший Христос. Этот подход не означает замалчивание существующих проблем, но, напротив, дает новый толчок для размышлений о календарном вопросе как в России, так и в других православных церквах. Недостаточно придерживаться традиции, нужно понимать и творчески принимать ее. Только так она не станет мертвой буквой закона, а превратится в живую традицию, органично обогащающую жизнь Церкви. Спасибо большое за внимание.